Молоковское шоссе уже давно превратилось в стихийный рынок. В летний сезон на протяжении всей трассы можно встретить желающих подзаработать. В начале лета это клубника. Обычно люди, принимая участие в сборе урожая на полях совхоза имени Ленина, ящик клубники, который им дают в благодарность за работу, везут домой. А весьма предприимчивые граждане предпочитают его продать. Прямо на дороге, прямо с земли. Мы выходим здесь торгуем, продаем, потому что там деньги не платят. Там только клубника дают. И почему нам нельзя здесь торговать? Запрещено закона без разрешения на торговлю, не санкционировано торговать. Вы знали? Ну как? Там вон торгуют. Это одна и та же клубника. Мы вот что от магазина торгуем. У вас есть документ, что вы от магазина торгуете? Какой документ? Значит, вы незаконно торгуете. Да, незаконно. Ближе к августу, помимо клубники, начинают появляться развалы с бахчевыми культурами. Документов на продажу у большинства реализаторов нет. Торговля ведется в антисандарийных условиях. В связи с таким положением дел сотрудникам отдела потребительского рынка и услуг Ленинского района регулярно приходится устраивать рейды. Я призываю граждан не гоняться за этой низкой ценой, потому что зачастую вы можете купить продукцию не просто плохого качества, а опасную для вашего здоровья. Опасными для здоровья арбузы или дыни могут стать не только потому, что продаются они в таких условиях и вблизи дороги, а потому, что в них содержится превышенное количество нитратов. 193 при нормативе 60. Это превышение чуть больше, чем в три раза. Но это не самый большой показатель из тех, которые мы замеряем, проводя рейды на сегодняшний день по территории Ленинского района. Допустим, вчера были выявлены точки, где превышение при норме 60 показатель был порядка 300. Подобные арбузы, скажем, с таким превышением, конечно, если вы много съедите данного арбуза, то будет отравление азотом. Поэтому, если вы не хотите попасть в больницу с отравлением, лучше воздержаться от покупки ранних арбузов, не предназначенных для их продажи местах. Сейчас арбузы и дыни, которые лежат на прилавках, это товар, привезенный из южных стран ближнего зарубежья, в основном Казахстан и Узбекистан. А реализация российской ягоды начнется традиционно с 1 августа. На территории Ленинского района есть согласованные места, где будут установлены специальные сетки для продажи бахчевых культур. В этом году планируется использовать новое оформление точек продаж.